Обзор, обзор. Обалденный, ребята, обзор. На кучу денег и не купили практически ничего. Цены просто взлетели, они зашкаливают. Я просто не знаю, на зарплаты и все остальное, оно просто не движется. Ни туда, ни сюда. У меня пенсия поднялась всего на сколько? На 200 гривен. Понимаете? А цены выросли вдвое, а то и втрое. Это просто кошмар. Я не знаю, я уже давно так не скуплялась и давно так не разочаровывалась. Ну что, посмотрим, что мы купили. Ну что, ребят, наша поездка была классной, увлекательной, развлекательной, пока мы с ней не дошли до этой, до кассы, да? В общем, давайте смотреть, я буду называть, что к чему, а вы уже будете смотреть и со мной вместе охать и охать. В общем, смотрите, корм. В основном у нас кошачий блин корм. Смотрите, на пакеты с кошачьим кормом или фарш. Ну же вы понимали, да? Объемы. Это кошмар какой-то. Ладно, давайте, погнали мы с этими всеми. Так, взяла вот такую новую приправку попробовать. Я не знаю, что это за приправа, но интересно было. Тут конкретно написано, что тут соль. Именно соль кухонная, а не вот это вот мивиное все. Ну, по тяжести действительно чувствуется, что кухонная соль, типа с овощами. Я не знаю, попробую, что оно и буду вам говорить. 13,98. Я не сказала, мы были в Вэлмарте. Это покупки из Вэлмарта. Вот. Там чуть-чуть еще будет Сатэбэ, не знаю, влезет в это видео. Вставлю в это видео. Так, сыр плавленый. Брали все по скидкам. Все подряд. Да, не, брали по скидкам реально то, что было. И было по скидкам вот, вот получается. Вообще, глобина я не люблю. Я его очень редко... Ну, колбасу мы не люблю. Вообще, да, глобина. Вот колбасу, как я попробовала, она мне что-то это, и все. И после этого почему-то глобина мне не заходит, и все. Сырок не пробовали. Взяли его, потому что он плотненький. А я такой сырок плотненький использую, когда запекаю что-то в духовке. Очень классно с таким сырком. Его натирать. Да. И натирать вообще с сырком получается. В общем, это такой сыр плавленый. Давайте начнем отсюда. С шинкой. Где с шинкой? С шинкой вот. А, с шинкой. Потому что мы взяли еще и кома. Да, мы взяли кома и глобина. А еще и хит-продукт. Хит-продукт, он классный, я знаю, 100%. Мы его брали. Так, значит, с шинкой по 15.39. Ну, комовские все по 15.39, да, в ассортименте. Комовские все? То есть все. То есть паприка, шинку, да, и голландский. Ага. Дружба. А, а вот дружба глобина по 14.79. Подожди, все, глубина с грибами. Он очень недешевый. Нарезанные с грибами. Да. С грибами. Он прям черный-черный. Посмотрите, какой он прям такой, да, тяжеленький. Тяжелый он, да, он увесил с него. Он такой мягкий. Да. Он как влажный. Вот, влажный такой. Финский, он стоит 38 гривен. Вот это вот. Чтобы вы поняли. Да. Потом... Жируем, товарищи. Укроп сушеный. Вот, укроп сушеный. Купила за 9.28. Это все в алмар, чтобы вы знали. Хлеба купили. Ну, реально, тут не Машу ест и 38 гривен. Ну, ладно, попробовать можно, тем более мы его немного кушаем, но это такое нужное дело. Так, значит, сметану не сбивай меня. Хорошо. По 26-15. Вот такая тоже хит-продукт. Это, ну, хит-продукт, это... Густа хорошая сметана, домашняя. Ну, да, да. Домашняя. Прямо корова сразу дома ее развила. Сразу сметану делая. Сразу пока с пастбища бежала, да, взбила ее. И сразу же пакеты дома разбила. Короче, все, у меня мозг плавится. Ну, ребята, действительно, я так расстроилась. Это ужас какой-то. В общем, это самая дешевая. 26 гривен, 15 гривен. Ну, с другой стороны, сметана у нас таки була, блин. Китя, сметана сейчас 40 гривен стоит. Ты понимаешь, какая здесь сметана? Ну, да, натурально. Да. Конечно, понимаю. Если вот такой пакетик другой фирмы 40 гривен, а это 26 гривен. Ну, выхода у нас нету, поэтому мы взяли такую. 26,15. В общем, за пакетик. Здесь два пакетика, понятно, да? Все, да, понятно. Да, 52 гривны 30 копеек. Уже умножить кто хочет. Кто хочет, тот умножить. Хлебушек бородинский. Бородинский, это мой любимый. Да, это Коле. Нужен 26 гривен. Он, короче, с какими-то семенами непонятными. Ну, очень вкусный. 26 гривен. Нет, чтобы вы понимали, это не все такие у нас ценные. У нас есть хлеб, конечно, и по 16 гривен, и по 10, там, половинку. Вот, а вообще такой 16, есть хлеб разный. Выбор огромный. Тем более в Walmart, там прямо несколько корзин, да, целое отделение. Да, там отделение хлеба. Там все, что хочешь, и булочки, и не булочки, и дешевое, и дорогое, какое хочешь. Ну, просто мы любим бородинский, поэтому бородинский именно такой берем. Финский решили попробовать, и вот с бубочками еще решили попробовать. Короче. Ну, гулять так гулять. Да, гулять так гулять, 3,5 хлеба, 3,5 хлеба, 3,5 хлеба. 26, короче, 0,4 вот этот хлеб твой бородинский. Следом у нас пакет майка, вот типа вот эти все пакеты, у нас их посчитали как 12 штук, по 24 копейки. На 2,88 у нас получился пакет майки. Так, следом печенка куряча с сердцем. В общем, я попросила, говорю, давайте мне печеночки туда-сюда, а потом она уже начала набирать, а я увидела, ну, что, короче, у него тут, в этой печенке... Не рейся, замажешь. Короче, не вырезано, не во всех печенках вырезано, как он, желчный или как он. Да, вот это такие зелененькие штучки. Ой, давайте мне чуть-чуть. То я его сейчас сразу обработаю, повырезаю, все. Но он не лопнувший, слава богу, все хорошо, не должно. Если только вот эти зеленые штучки лопнут, печень становится горькой, нехорошей. Ну, в общем, короче, 79 гривен за килограмм на 25-28, вы поняли, да? Потом, как она его пробивала? Вот так вот, понимаешь? Я не знаю. По идее, должна была и ляшки сразу пробить, а она не... Не-не-не, за я сюда их поставил. А, да? Ну, давайте сразу эти вот... Можем так прогнуться по ляшкам. Четвертюнушки. С постом, да. Да, 6 штучек у нас получилось по 69 гривен 99 копеек, на 92 гривны 11 копеек. Короче, на почти 100 гривен 6 штук. Вот эти вот четвертинки от курицы получились. Потом лосось. Был он сегодня по скидке, это копченое. Почти целый. Он сложен. Это хребет, короче. Хребет лососеный. Сильный. Лосиный. Лососевый. Лососевый. Короче, хребет. Я бы сказал лосось, я говорю, почти целый. То есть, хребет от него. От него хребет горячего копчения по 154 гривны сегодня. Он 155 получается, правильно? Да. На 85-24 вот этот хребет. Если вы разложите, он, правда, длинный, но есть в нем по-прежнему особо нечего. Короче, мы берем такой хребет, я или бутики делаю иногда, или там лаваш заворачиваю, а бывает, что мы кушаем с семечками просто. Просто так сядем и съедим. Да. Ну, не весь, конечно. Половину заморозим, половину останется. Так, поехали. Следом, вот этот грехенский, называется грехенский. 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 Он с бубочками тыквы и с орешками. Ну, короче, прикольно. Нет, это не орешки, это бубочки тыквы все-таки просто. А, это все тыква, да? Да, это все тыква. Я обычно ела раньше в этом, в АТБ вам покупали с бубочками семечек черных вот этих вот. Йоша, оно вышло быстро сюда, забрался, в комнату идет. Вот, а это вот мы решили тоже попробовать и тоже, тадам, 35 гривен он стоит. Вот это полухлеб. Так, и пошли. Фарш куриный. Завязала она, правда, так. Ну, что, может майонез давай, и все, и дальше там по ценникам будет. Ну, сейчас мне его пытаться найти, да? Не, просто майонезный бей. Хорошо, майонез еще. Соус майонезный. Да. Это даже не майонез, а. Значит, по 37 гривен, ну, это соус майонезный, действительно, 30-ти процентный, если этот вот, у нас 30-ти процента, видите? Где? Вот. Вот. Это называется соус майонезный. Значит, такой соус майонезный, большая пачка, сегодня без скидок 37-20. Но нам вот этот майонезный нравится еще с того времени, как мы его попробовали в Железном порту. Да, на море были. Да, на море мы попробовали, нам очень понравился, и мы вот увидели его, когда здесь у нас, начали брать, и обалдененький. Вот. Ну, я сказала, почему, да? Да. 37-20, три штуки на 111. Да не надо, сколько три штуки, господи. Просто хочу сказать, что 111 гривен, это только три майонеза. Да нифига себе, это три здоровых пачки майонеза. Да, и мы будем их пользоваться очень долго. По чуть-чуть, тоненько, это тоненько-тоненько на хлебушек. Нет, серьезно, для салатов, он у меня стоит, лежит в шкафчике, его никто не трогает. Он прячет от меня под замок вообще. Пусть я сам его немного не ел. Ну, Коля, ты меня опять сбил. В общем, надолго нам хватит. И вот такой майонез взяли 6%, 67% это для гостей. Это вдруг придется готовить для гостей. Не, ну я шучу. Иногда просто надо. Как там гости не приходят. В гости, да. Ну, сейчас не приходят, потому что такие времена. Сейчас особо и не на приглашаешься. Такси пропадает, е-мое. За тобой и знаешь, Коля, не пропадет. Короче, вот этот был по скидкам. 29-23, все. Вот так вот. Отлично. Все, а теперь можно просто поценить. Да. Все, тут погонщик. А, все. Теперь я все дикту и все делаю. Ну, чтобы вы поняли, у нас обзор уже почти закончен. Короче, ребята, тут получается полустолава занимает... Тихо. Котячая еда. Будем переходить на котячая еда. Ладно, давай сама. Все, давайте. Короче, у нас фарш стоит куриный. 121 гривен на 99 копеек за килограмм. Здесь на 56-12. А кошачий корм стоит, чтобы вы понимали, 140 гривен за килограмм. Ну, все-таки крутой корм. Да не крутой это корм. Мы его раньше по 78 брали. Так я же тебе говорю, что корм вообще два раза вырос. Короче, в общем, получается, вы поняли, да? Давайте по мясу. Давай по мясу, да. Для сравнения сделала. Понятно. Значит, свинничий, свинничий, все. Свинничий. Свиной. Свиной, значит, типа свиной, но кулинарный. Там, где кулинарный написано, если будет, вы видите, не просто свиной, а кулинарный, значит, там намешано все. И шкурки, и не шкурки. Нет, свиней, я имею в виду. Могут туда и курицу добавить, и все на свете. В общем, такой, 119 гривен. 120. 120. На 63 гривны 35 копеек. Короче, я брала, говорю, дайте мне всего там по полкило где-то. В общем, так это она и насыпала. Две взяла филешечки, тоже без скидки, без ничего. 143 гривен 99 копеек на 82,07. Ну, иногда салатик делаю, иногда там что-то, ну, такое, понятно, да, нужно, чтобы такое дело было дома. Вот. И взяла, типа, яловочий котлетный. Яловочий это говядина котлетный, но я никогда из просто говядины не делаю котлеты. Ну, то есть, тут говядина с салом перемешана. Не делаю, потому что она жестковато получается. Я всегда смешиваю, значит, говядину со свинью. Поэтому, вот поэтому и взяла. Значит, говяжий 119 тоже гривен 99 копеек 120. И на 59-28. Короче, вот так вот получилось. Ну, и корм кошачий. Ну, вот, пожалуйста. Вот такой подушечками у нас вышел по 140, ну, 128 гривен. Главное, ты самого дорогу нагелила саму больше. Я брала, потому что им размешать с чем-то там. Мы их смешиваем, эти корма, потому что они заразы дешевые не хотят кушать. По 101 гривен вот такой вот. Но тут есть, вот, они ДАКС не хотят есть. Вот самый дешевый корм ДАКС. ДАКС они вообще есть его не хотят. Вот, поэтому мы берем кетикет, берем, что мы там еще берем? Ещё что-то берем. Подожди, тут кетикет и... Нахера себе, это с тунцом, блин, я-мое, ты поняла? Да-то тут и с тунцом, тут с курочкой, с овощами есть. И есть еще, тут с куркой, здесь там с говядиной еще было, по-моему. Где-то что-то было. Короче, вы поняли, ценовая политика. 111 гривен за килограмм, 147 гривен за килограмм, 101 гривен за килограмм, 140 гривен за килограмм. Понятно, да? В основном, я же говорю, это кетикет и еще что-то. Короче, на праздник, ревенчик, бильщи даже взяли, вон, кота. В общем, чтобы вы понимали, ДАКС наши коты не едят. Вот, что? А, ты хочешь показать? У нас, да, да, да. 1400 гривен за килограмм. Это при том, что мы заборвили взять подсолнечное масло, а у нас его нет, у нас только то, что салатное осталось, на нем жарить плохо. И не взяли даже яйца. И кофе не взяли. Блин, нихера не взяли. Ой, простите. А вот вам, ребята, счастье на 400 гривен. То есть, да, смотришь, 400 гривен, шелки 400 гривен. Это купец. Ну, радует то, что молоко по скидкам и ананас по скидкам. Ну, и чай, типа, было раньше по скидкам писалось, но сейчас это, оказывается, его просто обычная цена. Да я же тебе казал, что разводняк. Да, разводняк. И Коля себе орешки взял и забыл. Не, ну, это точно, это точно, это по скидкам. Это по скидкам? Да. Да? По 14. Я даже не видела, ты же на кассе там сам триловался, поэтому, блин, быстренько и схватил. Так, смотрим, у нас же сладостей дома просто мало. Себя побаловать. Не скажи, сладостей дома мало, поэтому... Так орешки ж це. Орешки ж це. У тебя в холодильнике, оно полный холодильник орешков. Нет, он не такой. Он не любит именно такие, он в машину их всегда берет и топчет. Да. Так, значит, пакет. Пакет 3,90, но мы уже его убрали. АТБшный обычный пакет с ручками. Средний. Да, капуста. Капуста у нас закончилась. Я вчера последний наборчик использовала, вот, и вот взяли маленькую капусту. У нас же там такие огромные, все, и уже, видите, ее чистили, чистили на это. Я хочу стушить капусту, очень сильно хочется мне что-то. И поэтому взяли маленькую капусту. Большую не стали, она сейчас быстро портится. Значит, сейчас капуста по 21 гривне 89 копеек. Здесь 1,6 кг на 35 гривен получилась эта капуста. Следом, картопля. Ну, картошка в АТБ в последнее время, она мне не очень нравится. Она все время какая-то коцаная, покоцаная. Вот. Ну, взяли, потому что она была более-менее нормальная. Вот. Значит, картошка 89. 2 килограмма 642 грамма, короче, на 22 гривна 69 копеек здесь. Потом, пакетики с ручками нам посчитали по 20 копеек. Кстати, дешевле, чем в алмарте. Пакетики с ручками нам 2 штучки посчитали. Там на 40 копеек у нас получалось. Следом, что это у нас? Морква. Морковушка у нас по 39,95. Короче, дорого морковка. В этом году сажаем морковку 100%. Вот. У нас, тем более, наша морковка аж до зимы росла. Помнишь? Да. Ну, перед Новым годом последние сколько там вырвали? Непонятно сколько. Что-чуть 5 таких добротных. Да, добротных. Таких же, наверное, и есть. Да не, больше. Они прям большие были. Даже длиннее были. Да, огромные морковки. Это те морковки, которые я там вырывала, когда выкапывала. Они там, ну, такие торчали, думают, да что там их вырывать, да? А потом Коля пошел высыпать на огород этот с ведра, да? Да. Не говорит, там морковка такая стоит, растет, приносит. Это было прям перед Новым годом почти. Ну, короче, в общем, поняли, да? Да, вот эти вот 2 морковки у меня получились на 27 гривен 49 копеек. Так, цукор. Обычный сахар 1 килограммовый у нас 33,50. Подорожал? Или он так и был? Я уже не помню последний раз, почем мы его брали. Так, молоко приятное, приятная, приятная покупка. Потому что молоко такое 38 гривен стоит. Жирное. 32 процента, да, жира, жира. Короче, в прошлый раз мы были в АТБ, мы в селя берем 1% молоко. Оно, как правило, стоит по скидкам, 24 раньше стоило. Потом оно стоило 26 по скидкам. То есть, 9. Да, потом, теперь я зашла в магазин, значит, 1% молоко уже стоит 32, 33 гривны. Вот, мы в прошлый раз смотрим 2% 31 гривна. Давай набрали 2%. В этот раз зашла все не по скидкам, а это молоко по скидкам. 3,2% получается. Так оно 38 стоит, а сегодня 33 было. Поэтому взяли аж 4 пачки. Аж 4 пачки взяли. Значит, получилось 134 гривны. Короче, то, что по скидкам, то и берем. Меньше в кофе будем добавлять, оно жирненькое. Поэтому будем меньше добавлять. И дольше нам будет служить. Следом, что у нас? Ну, давай, что там еще? Ну, так смотрю, не вижу. Я еще и со зрением. А, огерочки. Огерочки. Взяла одну штучку, именно вот такой вот гладенький. Он дольше, как ни странно. Хранится в холодильнике, если вдруг чего. И он еще... А мы еще долго будем хранить. Отрезать будем по кусочку. Да. Колечечку. В день. Ну, с нынешними ценами на огурцы, Коля, извините меня. Что, 120 гривен, хибаться дорого для зимы? Да, конечно. Да? Максимум 80. Ну, хорошо. Эти, кстати, по 100 гривен. Такие, короче, по 100 гривен огурцы, 106 гривен 95 копеек. А вот эти пупырчатые, такие, ну, никакие лежат там. Прямо такие вот вообще уже, прямо аж повяли-повяли. И, значит, они 120. Так что взяла вот такой вот огурец. Ой, на 21 гривну 82 копейки вышел он мне. Так что, можно тут и два дня есть теперь? Ну, конечно. Лимон три штучки взяла на 28,40. Они по 64,85. Лимонные, как были, по-моему, так и остались. Вот у них по ценам вот тут. 63,64. Вот такое. Так, консервы. А, ананас был по хорошей скидке. Там два было по хорошей скидке. Значит, нижний был по 50 скидка, тоже резанный. А этот, эта фирма, я не знаю, своя линия. Своя линия. А ты большиняя марка, короче. Ну, они молодцы, сделала эту штучку. Да, 49,90. Хорошо, отлично. Да, Коля у нас ананас любит. Он то салатчики любит с ананасом, то эти отбивнушки, поэтому кормлю его. И чай остался? А, и да, и вот, пожалуйста, чай. Остался 44,80. Короче, 45 гривен. А в этом в Авроре дешевле. Да. В Авроре 44 ровно. Да? Да. Да, ты шутки. Надо было в Авроре брать. А, и вот эти штучки по 14,30. Ну, а так они 18 гривен. Ну, раньше они так 16 были. Сейчас уже 18 типа, да, пишут. Ну, в общем, по 14 гривен. Не, ну, не знаю, вкусные такие интересные. В общем, короче, как вы поняли. Две штуки мы потратили. Это, ну, это обзор АТБ и обзор Велмар. Там 1400, тут 400, 1800 гривен. И шо мы купили? Так да. Это при том, что у людей у многих зарплата и пенсии. Ну, в смысле, пенсионеры, да. Не буду брать зарплаты. Зарплата сейчас там у кого-то. Так, здоровая зарплата. Не, ну, 8 тысяч, например, средняя зарплата. А есть люди, которые эти 8 тысяч даже коль не получают. Например. Вот, например, Саша Танин. Он получает 8 тысяч. И шо? У него двое детей и Таня. Понимаешь? Вот, допустим, если бы не ты, я пенсионер. Две с половиной тысячи получаю. Шо я могу на две с половиной тысячи купить? Кроме того, что мне надо таблетки на две скупиться. Заплатить за свет, за газ, за вот эти все дела. Шо если бы пожрать купить? Ну, короче, это вообще, это просто нереально. Это цены просто, они просто... Это трэш, понимаешь? И даже тот человек, который получает там 6 тысяч. Ну, есть некоторые люди, получают, допустим, еще до сих пор зарплату 6 тысяч. Ну, то я не знаю. Это просто ничего не покупать. Это просто кашу покупать. Кашу покупать и питательно кушать кашу. Так. Ну, в общем, вот такой у нас получился обзорчик. Вот. Мы там еще кое-что купили в других магазинчиках. Я вам покажу. Это в обычном влоге, чтобы, ну, понятно, да? Чтобы не занимать здесь время, чтобы кто хочет, да? Все, да, это просто обзор отримечим. Да. И мы сейчас голодные, мы садимся кушать и кормим собачек, кошечек. Потому что у нас уже на дворе ночь. Все, приехали мы, как всегда, в 8 часов, да, по-моему? Да, да. Все. Все, всем пока-пока. Всем пока-пока. Пока-пока.